Меня зовут Инна, и сегодня я вам расскажу о пяти пунктах, которые вам помогут успешно окончить магистратуру в Корее. Итак, поехали! В первую очередь, я понимаю, что, возможно, покажется, что это очевидное правило, но нужно обязательно ходить на занятия, посещать занятия. Если вы учитесь на магистратуре, то, соответственно, где-то у вас в одном семестре будет два-три занятия. Обычно их два занятия, и каждое занятие будет проводиться по три часа, то есть два раза в неделю по три часа. И, соответственно, это не так много. И обычно эти занятия проходят либо днём, либо вечером. Ну, иногда бывает утром, но, как правило, всё-таки для магистратов ставят занятия либо днём, либо вечером. Соответственно, нужно обязательно ходить на занятия. Если вы, допустим, идеально написали экзамен, идеально написали все работы, но при этом у вас есть пропуски, необъяснимые пропуски, то в таком случае вы не сможете получить A+. Вы можете получить A, но A с плюсом вы не сможете получить. То есть самый наивысший балл ставится только в том случае, если вы посетили все занятия в семестре. Поэтому это очень важно. Второй пункт — это обязательно читать кунджи, то есть обязательно читать объявления, которые выставляются на сайте вашей кафедры специально для магистрантов и для тех, кто оканчивает докторантуру. То есть там будет написано «Техагон». Почему это важно? Потому что в Корее часто бывает, что в какой-то ограниченный период, за ограниченное количество времени нужно подать определенные документы, заявления, которые в будущем сыграют очень важную роль для вас. То есть, например, это может быть заявка на выпускной экзамен. То есть, насколько я помню, когда я сдавала, эта заявка, она всего длилась три дня. То есть за три дня нужно было обязательно либо сходить на кафедру в офис, либо онлайн подать как-то заявку. Но в любом случае это ограниченное количество времени. И если, например, студент не успевает, либо забывает, либо еще что-то подобное, то есть не проходит вот этот выпускной экзамен, тогда он не допускается к защите. Плюс та же самая защита, защита диссертации. Тоже заявка, только ее можно подать в определенное время. И при этом вам нужно будет еще сходить к вашему научному руководителю, получить какие-то подписи, получить информацию о том, кто будет присутствовать на защите. То есть для всего для этого нужно время. А, как правило, они выставляют это заранее, за неделю. Может быть, за две, обычно за неделю. И нужно все это успеть. А если вы еще живете, например, в другом городе, тогда тоже это не все так просто. То есть вам нужно будет договориться с профессором, встретить его. Профессор может быть занят, может поехать в командировку. Поэтому это все очень делается заранее. Плюс, если вы читаете кунди, то вы можете найти информацию о научных конференциях, о каких-то арбайтах, то есть о подработках на кафедре, на самой кафедре. Может быть, информация, например, о языковых курсах бесплатных, которые проводятся в каникулы. Конечно, на каждой кафедре есть менеджеры, которые помогают студентам, отправляют им эту информацию. Но не везде эти менеджеры добросовестно работают. На моей кафедре мне повезло. То есть нам менеджер все время отправлял вот эти кунди по имейлу, писал, прочтите, пожалуйста, это важно. Но я знаю, что в некоторых университетах менеджеры могут быть настолько заняты, что забудут, забывают просто-напросто отправлять эти кунди. Либо, в принципе, этим не занимаются. Поэтому самостоятельно, ежедневно нужно заходить и смотреть, не появилось ли какое-то новое объявление. Третий пункт – это быть вежливым. То есть быть обязательно вежливым. Казалось бы, что это очень простой пункт и очевидный, но на самом деле это не так. В Корее вежливость на каком-то другом уровне. То есть обязательно всегда нужно приветствовать профессора. Обязательно нужно прощаться. Если вам отправили имейл с информацией, нужно ответить. Спасибо, я прочитала имейл. Спасибо за информацию. То есть всегда нужно какое-то ответ давать. Нельзя игнорировать сообщение. Ни в коем случае. То есть это показывает неуважение к профессору, либо к тому человеку, который с вами связывается, к тому же менеджеру. Конечно, бывают имейлы информационные, которые такие непонятно, нужно на них отвечать или не нужно. Обычно со временем вы поймете, на какие имейлы нужно отвечать, а на какие нет. Но когда вы точно не знаете, нужно ответить или нет, лучше ответить. Тогда вас будут думать как о вежливом человеке, который заботится не только о себе, но и о чувствах окружающих людей. Четвертый пункт. Это обязательно готовиться к занятиям заранее. Обычно преподаватели выставляют научные работы, либо выставляют лекционный материал заранее. Вы можете его скачать, распечатать, загрузить на планшет и посмотреть заранее. Тем более, если вы иностранец и не идеально владеете корейским языком, то лучше заранее загрузить лекцию и посмотреть все незнакомые слова в этой лекции, сразу их перевести, как-то отметить, может быть, посмотреть понятие. Это вам очень поможет во время самого занятия. Конечно, преподаватели на самом занятии, как правило, не спрашивают ученика. Они не спрашивают, знаете ли вы вот это или вот это, как правило. Но есть те, кто спрашивает на самом деле, поэтому нужно всегда быть готовым. Потому что если вы, в принципе, не поймете о том, что вас спрашивают, о чем вас спрашивают, то тоже это будет такой неприятный момент для вас в первую очередь. А если вы поймете, да что-то ответите или как-то попытаетесь ответить, уже преподавателю будет очень приятно. На самом деле, корейцы, они обычно не отвечают на занятиях, особенно если они учатся на бакалавриате, они вообще, бывает, игнорируют профессора. То есть не здороваются, не прощаются, просто приходят, уходят, им все равно. И профессора, на самом деле, это не очень нравится. То есть, конечно, это неприятно. Если вы проявите, скажем так, какое-то внимание к предмету преподавателя, он вас отметит, он вас уже в уме отметит и будет думать, что ага, вот он старается, вот он старается, и уже какая-то лояльность к вам появится. Ну и плюс это для вашей же учебы будет также полезно, если вы заранее изучите материал, потом на занятия его пройдете, потом еще как-то дополнительно после этого самостоятельно пройдете, то вам придется тратить меньше времени для подготовки к экзамену. И последний, пятый пункт, это приобрести планшет для учебы. Это может быть абсолютно любой планшет, потому что они сейчас все хорошие, качественные. Я думаю, что это не проблема, особенно если вы учитесь скорее, это прям то, что вам понадобится в первую очередь. Потому что профессора обычно загружают заранее в личный кабинет все презентации, лекционный материал, научные статьи, которые вам понадобятся на занятии. И вместо того, чтобы все это идти распечатывать, вы просто можете это себе загрузить на планшет и пожалеть свою спину. Потому что эти распечатки могут очень много весить, и будет тяжело все время с ними ходить, все время их искать, что-то переворачивать страницы, делать пометки. Это все очень энергозатратно, трудоемко. Поэтому проще просто купить себе, приобрести планшет, на который вы можете загружать лекционный материал, заранее его прочитывать, отмечать, и на самом занятии, например, даже включать запись. Есть специальные программы, где вы включаете запись, и запись их синхронизируется с тем, что вы пишете. То есть вы можете, например, нажать на то, что вы написали, и автоматически запись перенесется туда, в тот момент записи, когда вы это писали. То есть можно как бы синхронизированно смотреть, что вы записали, и что в этот момент говорил профессор. И это очень удобно. Это очень удобно, очень полезно. Можно переслушать лекции. Обычно профессора не против. То есть можно, конечно, спросить под этим, можно мне включить запись во время занятия. Обычно они говорят «да». Ну, а что такого, собственно? Обычно они не против. Особенно если вы иностранец, это прям must have. Это обязательно нужно иметь, потому что могут профессора говорить термины, которые вы не знаете, могут как-то быстро что-то сказать. И это тяжело. В моменте это понять может быть тяжело. Но потом, когда вы переслушиваете, всё становится на свои места. Плюс это очень удобно. И, соответственно, да, вместо того, чтобы таскать весь этот лекционный материал, его распечатать. На это, кстати, тратить деньги. Проще всё это загрузить в планшет, все эти книги, все научные работы. И смотреть, делать пометки, и сразу записывать то, что говорит преподаватель. То есть это всё, это очень удобно. Поэтому очень рекомендую купить себе планшет для учёбы. И вот мы с вами поговорили о пяти пунктах, которые, по моему мнению, помогут вам успешно окончить магистратуру, успешно пройти этот процесс обучения. И давайте ещё раз повторим. Первый пункт — это обязательно ходить на занятия, посещать все занятия, иначе вы не сможете получить наивысший балл, получить A+. Второе — это читать кунджи. Читать кунджи обязательно, чтобы не пропустить актуальную информацию, которая может быть вам полезна. Третий пункт — это быть вежливым. В Корее вежливость — это наше всё. Четвёртый пункт — это заранее готовиться к занятиям, заранее скачивать лекции, заранее переводить слова. И последний, пятый пункт — это приобрести себе планшет специально для обучения. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо за просмотр!